В эфире «Наше время» в студии Анна Ниченко. Здравствуйте. И далее о главных событиях четверга. Ликвидация последствий российской ракетной атаки продолжается во Львове. Теракт путинских войск 4 сентября забрал жизни 7 человек. 66 были ранены. Я отвезла ребенка в школу, купила цветы, принесла и увидела, что здесь есть возможность помочь. Это наше общее горе. Я не могу себя оградить от этого. Бухарест передаст Киеву систему противовоздушной обороны «Патриот». Глава украинского государства поблагодарил Румынию за такое решение. Путин теряет позиции. Жители Курской области уже требуют его отставки. А кремлевские военкоры недовольны информационной повесткой. В жизни не прощу Путина за то, что он изуродовал мой народ. Из Покровска Донецкой области прекращают курсировать эвакуационные поезда. Ситуация с безопасностью не позволяет. Смотрите специальный репортаж о жизни прифронтового города. У меня уже паника начинается конкретная. Успокойтесь. Успокойтесь. Бухарест передаст Киеву систему противовоздушной обороны «Патриот». Соответствующий закон подписал президент Румынии. Ранее такое решение одобрили правительство и парламент страны. Взамен комплекса Бухарест закупит еще один «Патриот» для защиты своего неба. Напомню, передача системы ПВО была прописана в двустороннем соглашении о сотрудничестве в сфере безопасности. Глава украинского государства поблагодарил Румынию за такое решение. Об этом он заявил в своем вечернем обращении. Владимир Зеленский также рассчитывает на поддержку международных партнеров в укреплении украинской ПВО и максимально оперативную реализацию этих договоренностей. Есть уже четкое решение Румынии относительно системы Патриот для Украины. Это решение принято на всех уровнях. Я благодарю за него. И мы рассчитываем, что партнеры реализуют полный пакет решений по ПВО и другой помощи Украине. Это именно тот пакет, который был принят на состоявшемся в июле саммите НАТО в Вашингтоне. Сейчас министр обороны Украины провел ряд встреч во Франции, Великобритании, Германии. Мы постоянно говорим с американскими партнерами. Очень ценим наше сотрудничество с Италией. Предметно уже подготовились к новому заседанию Рамштайна, которое состоится в скором времени. И все, о чем мы договариваемся с партнерами, требует максимальной оперативной реализации. Когда решение быстрое, Россия не успевает адаптироваться, и мы достигаем особо ценных результатов. Это касается и защиты наших городов, и общин от ударов, и поддержки наших воинов на фронте, и устойчивости нашего государства, наших людей. Да и вообще устойчивости мира, который хочет и дальше жить по правилам, по международному праву, а не в зависимости от безумия тех или иных Путиных. Вопрос укрепления украинской ПВО обсудил министр обороны Германии Борис Писториус со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым. Он прибыл в Берлин с официальным визитом. На встрече чиновники, в частности, акцентировали внимание на поставки современных ракетных систем и боеприпасов для Украины. А также на вопросе немецко-украинского сотрудничества в сфере безопасности и обороны. А 6 сентября в Германии состоится очередная встреча контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн. Об этом сообщил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер. По его словам, заседание будет очным. Министр обороны США Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Браун этим вечером отправляются на авиабазу Рамштайн, чтобы принять участие в мероприятии. Это будет уже 24-я встреча с тех пор, как глава Пентагона Остин инициировал этот формат в апреле 2022 года. Ожидается, в заседании примут участие представители около 50 стран, которые обсудят войну России против Украины и дальнейшую помощь союзников в отражении российской агрессии. Координировать работу контактной группы по обороне Украины продолжают Соединенные Штаты Америки. 111 боевых столкновений произошло на фронте с начала суток. Подробнее о ситуации на передовой смотрите в сводке генерального штаба ВСУ. Активные бои идут по всей линии фронта. На некоторых направлениях противник привлекает авиацию. В частности, захватчики ударили кабами по Часовому Яру и Иванополию. Но самые горячие бои продолжаются на Покровском и Кураховском направлениях. Российские оккупанты атаковали позиции украинских войск в районах населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое поле, Миролюбовка, Новогродовка и Михайловка, что на Покровском направлении. А на Кураховском направлении ожесточенные бои ведутся вблизи Украинска, Галициновки, Красногоровки, Константиновки и Георгиевки. Непосредственно на Покровск их наступление приостановлено в равной степени, потому что есть и противодействие стороны Силы обороны, но и потому что они отвлеклись на Селидово, и потому что они отвлеклись на южный фланг своего Покровского выступа для того, чтобы его обеспечить. Тем временем в Курской области украинские бойцы ломают логистику российских военных. Сразу несколько подразделений сил специальных операций нанесли удар по колонии техники российских оккупантов. Результат – семь уничтоженных единиц техники, из них пять – понтонные автомобили. Это удалось реализовать с помощью дронов и артиллерии подразделений Силы обороны Украины. Воины 13-й бригады оперативного назначения НГУ «Хартия» демонстрируют блестящую работу в Харьковской области. Украинские защитники зачистили семь позиций пехоты-захватчиков. Противника отброшено благодаря тщательному планированию штурмов, утверждают в «Хартии». На юге Украины российские оккупанты регулярно используют боеприпасы с отравляющими веществами, сбрасывая их на позиции Силы обороны с беспилотников. Об этом сообщил спикер оперативной группировки войск «Таврия» капитан Дмитрий Лиховий. За август россияне сбросили примерно 200 таких боеприпасов. Чаще всего противник использует их в Запорожской области. За минувшие сутки захватчики совершили более 13 таких сбросов. Судя по всему, это боеприпасы с полицейским газом, которые используются для того, чтобы разгонять уличные, значит, ну, во время уличных волнений они могут использовать подобного рода, значит, боеприпасы. Они запрещены для использования в военных конфликтах, то есть это в любом случае нарушение. Однако химическим оружием, вот классическим его образе, да, это называют крайне сложности. Российская армия всеми силами хочет сохранить для себя временно оккупированный Крым как плацдарм для ударов по Украине. А для этого российским оккупантам необходим Керченский мост. Поэтому они строят вокруг него сооружения, что могли бы защитить его от дронов. ПВО тянут в Крым отовсюду. Они реально очень плотно запаковывают Крым системами ПВО. Они пытаются поддерживать этот имидж непотопляемого авианосца, как они называют его периодически. Поэтому да, их основная цель, во-первых, оставить возможность использовать этот плацдарм для запуска ракет по Украине. Оставить возможность использовать Крым как военную базу, как логистическую цепочку для поставки на юг, на южную группировку. Также не следует забывать, что Крымский мост – энергетическая ветка для обеспечения Крыма. Уже не говоря о поставках товаров повседневного потребления, горючего. Поэтому да, ПВО там самое разнообразное, даже доходит до выставочных образцов. Дмитрий Плетенчук, спикер военно-морских сил ВСУ. В эфире марафона «Еды не новыны». 1200 российских солдат ликвидировали силы обороны Украины за минувшие сутки. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потери российской армии превысили 621 тысячу. Об этом сообщает генеральный штаб ВСУ. Также украинские военные уничтожили за сутки 6 российских танков, 21 боевую бронемашину, 31 арт-систему. Кроме того, силы обороны Украины сбили 42 БПЛА, 7 ракет и поразили 47 единиц автомобильной, спецтехники и цистерн с топливом. Из Покровска Донецкой области прекращают курсировать эвакуационные поезда. Ближайшим городом, откуда жители Донбасса смогут воспользоваться бесплатным зеленым коридором, станет Павлоград в соседней области. Туда людей будут привозить на эвакуационных автобусах. Подробнее о жизни прифронтового Покровска в материале нашего корреспондента Алены Грамовой. Это территория железнодорожного вокзала в Покровске. В последние два года отсюда курсировали эвакуационные поезда. Теперь в связи с близостью фронта и большой вероятностью российских обстрелов отсюда сегодня отправится последний эвакуационный поезд. От Покровска до линии фронта остается менее 10 километров, а город российские войска обстреливают ежедневно. Собирать на вокзале людей уже крайне опасно. С 5-го числа эвакуация прекращается с Павлограда, но сегодня по просьбам будет там какой-то авральник, прибудет в *** часу, п***, неправильно отправляться. Давайте, давайте, чтобы здесь не задерживать. Чтобы успеть сесть в вагон последнего эвакуационного поезда, люди приехали на вокзал заранее. Многие переживают, чтобы хватило мест. Он вообще будет, я так понимаю, потому что у меня уже паника начинается конкретная. Все, 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 успокойтесь. Я уже не выдерживаю, успокойтесь. Да, мы тут, у нас тут, короче, спать не могу, все уже, не выдерживаю. Российский террор покровчане уже не выдерживают. Говорят, бросать дом тяжело, но терпеть обстрелы больше не могут. Я инвалид, я одна живу в квартире, живу в городском, у меня племянник воюет. Мне страшно одной. И вот это, я ночами не сплю совсем. У нас весь дом выехал, совсем выехал. Многоквартирный дом, да? Это пятиэтажный у нас дом. Ну, там некоторые остались, а самые сильные. Я говорю, не хотите вы выезжать? Я говорю, не будет ни газа, ни воды, ни света, не будет, ни топления. Теперь сажать на эвакуационный поезд жителей Донецкой области будут в Павлограде Днепропетровской области. Тем, кто собирается вернуться в Покровск за родственниками, животными или личными вещами, будет непросто добраться домой. За мужем еще возвращаться, упрашивала, упрашивала, он не хочет. Он не хочет выезжать? Но в целом вы настроены, да, покидать кого-то? Ой. Какой там настроенный, господи. У меня и кот, и собаки приедут. Тяжело выезжать, да? Думаете, сколько наживали, по копейке собирали, господи, все здоровье уробили. Комендантский час в Покровске длится 20 часов в сутки. Лишь с 11 до 15 дня люди могут выйти за продуктами, снять деньги в банкомате или сходить в аптеки, которые еще работают в городе. Не отсутствует пока и мобильная связь. Большинство горожан готовы на эвакуацию. С переездом тянут лишь потому, что верят в ИСУ и в то, что все может измениться. Как прижмут сильно, так и поедем. А пока держимся. То в подвале, то под ванной сидим и ажим. По данным местных властей, ежедневно Покровск покидают от двух до трех тысяч человек. На данный момент в городе остается менее 25 тысяч мирных жителей. И массовая эвакуация продолжается. Алена Грамова, Евгений Кармазин из Покровска, Донецкой области. Для телеканала Freedom. В Полтаве закончили аварийно-спасательные работы на месте российского удара по учебному заведению. На данный момент известно о 55 погибших. Еще 328 человек получили ранения. Сообщили об этом госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины. По данным местных властей, 38 человек находятся в тяжелом состоянии. 27 из них в реанимации. В то же время специалисты проводят идентификацию изъятых останков тел. Напомню, 3 сентября российские террористы ударили двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» по институту связи, больнице и жилым домам. Областная прокуратура расследует трагедию по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Вторые сутки во Львове продолжают ликвидировать последствия российской ракетной атаки 4 сентября. Теракт путинских войск забрал жизни семерых львовян. Еще 66 человек были ранены или получили травмы. Пострадало 188 домов. На местах попадания до сих пор работают коммунальные службы. А горожане несут цветы к месту трагедии и выстраиваются в очереди, чтобы стать донорами крови для тех, кто находится в медучреждениях Львова. Как город и его жители приходят в себя после российского обстрела, смотрите в материале наших коллег. Я стояла тут, и тут были жалюзи, которые пытались просто закрыть. Я стояла здесь, и здесь были уже люди, которые я просто пыталась закрыть. И вот так вот напротив сверху происходит фейерверк. Меня откидывает. Падаю на пол и лежу. Соответственно, здесь все в стекле, и кричит где-то сосед с этого верхнего этажа. Я минуту лежу. Оглушила. Елизавета живет в многоэтажке напротив дома, куда попала одна из российских ракет. В ее квартире взрывной волной выбило все окна, а осколки стекла порезали девушке лицо. Сейчас нукаешься, я сегодня до сих пор... Честно говоря, у меня до сих пор стресс от произошедшего, потому что любые громкие звуки на меня действуют как то, что было ночью. На место трагедии приходят родственники погибших. Отец Кристины жил в доме, который принял на себя ракетный удар и во время попадания находился в квартире. Это невероятная боль. Потеря близких прежде всего. Да, Россия, к сожалению, убила моего отца, который как раз находился в этом доме. Не говоря уже о каких-то материальных вещах. Квартира и все остальное, что там находилось. По сравнению с тем, что моя семья чувствует из-за потери нашего папы, эти все вещи не имеют просто никакого значения. Завалы разрушенных домов жители города и коммунальные службы все еще разбирают. Также на месте работают волонтеры, оказывающие психологическую помощь пострадавшим. Многие львовяне несут вещи первой необходимости в пункт сбора. Я отвезла ребенка в школу, купила цветы, принесла и увидела, что здесь есть возможность помочь. Это наше общее горе. Я не могу себя оградить от этого. И, конечно, это болит. Это для меня самая высокая степень ужаса, который может произойти. В больницах первого медобъединения Львова сейчас находится 26 пациентов, пострадавших вследствие российского теракта. 10 из них в отделении интенсивной терапии в тяжелом состоянии. За предыдущие сутки в медучреждение поступило 54 пациента. 28 из них вернулись домой после того, как получили необходимую медицинскую помощь. Одна из самых тяжелых пациенток, поступившая в больницу первого территориального медобъединения, это 22-летняя девушка, у которой во время оказания неотложной медицинской помощи верифицировали осколок возле сердца. Во время оперативного вмешательства нашим кардиохирургам с большим трудом удалось удалить этот осколок возле сердца. Пациентка в стабильном состоянии и сейчас находится в отделении интенсивной терапии. К пунктам сдачи крови выстраиваются очереди. Более сотни человек пришли в центр крови первого медобъединения, чтобы помочь раненым после ракетного обстрела. Накануне в больнице зафиксировали рекордное количество доноров – 109 человек. Мы нуждаемся в очень больших запасах крови. Это не какая-то определенная группа. Нам нужны все группы крови – и плюс, и минус. Особенно мы обращаем внимание на минус, потому что она более редкая. Банк сейчас в процессе пополнения. Мы, можно сказать, восстановились. Но это не значит, что все, больше не надо. Мы должны держать определенный уровень постоянно. Дмитрий каждые два месяца по возможности становится донором крови. Он военнослужащий с 2015 года. И как никто знает, насколько важно, чтобы в больницах были запасы крови. Ведь в критических ситуациях это спасает жизнь человеку. Это максимально важно, потому что крови всегда не хватает, как здесь, так и на поле боя. Здесь особенно, потому что, когда военных привозят, им очень часто нужна кровь. И ее очень не хватает. Или если хватает, то не той группы, которая нужна. И именно поэтому такие акции, они очень помогают. 5 сентября объявлена днем траура во Львове. Память обо всех погибших в результате российской атаки на город. Беспилотники этой ночью сбивали в Беларуси. Факт нарушения государственной границы в воздушном пространстве подтвердили в Беларуси. Правда, откуда были запущены БПЛА, белорусские военные умолчали. Телеграм-канал Флагшток опубликовал видео сбивания БПЛА над Гомелем и сообщил, что перед этим в небе пролетел истребитель белорусских военно-воздушных сил. Напомню, этой ночью Россия атаковала Украину ударными беспилотниками. Украинские воздушные силы сбили 60 целей из 78. По данным Генштаба ВСУ, два выпущенных противника БПЛА повернули в сторону России, один в сторону Беларуси. Тем временем мониторинговая группа «Белорусский Гаюн» сообщает, что за ночь в Беларусь залетело не менее восьми дронов «Камикадзе». Как минимум два сбили. Часть беспилотников вернулась в Украину, другие уходили вглубь белорусской территории. Напомню, 16 июля сообщалось о падении беспилотников в Гомельской области, а 29 августа – о боевой работе истребителя по дрону. Официальных комментариев не было. Из-за отсутствия поставок двигателей к российским вертолетам, которые армия страны-агрессора в частности использует и на фронте, они находятся в ужасном техническом состоянии, разбиваясь из-за неисправности. Об этом говорят многие эксперты. Последняя крупная катастрофа вертолета на Камчатке унесла жизни 22 человек. Подробнее о причинах вертолета пада в России расскажем в материале. Первые кадры с крушением вертолета Ми-8. Это груда расплавленного металла, все, что осталось от воздушного судна. Главная новость в российской авиаотрасли – крушение вертолета Ми-8 на Камчатке. Он пропал с радаров практически сразу после вылета и в назначенное время не приземлился. На запросы диспетчера экипаж не ответил. На борту Ми-8 было 22 человека, 3 члена экипажа и 19 пассажиров. Никто не выжил. Вертолет мог разбиться из-за ошибки пилотов, заявили следователи. Но авиационные эксперты уверены, это была техническая неисправность. Их латают, перелатывают, и там уже ресурсы отработаны давным-давно, они уже выработаны. Отношение к этой технике, это самый, ну как бы вот в отдаленных точках России, это самый, это единственный способ куда-то добраться. И это самый такой, знаете, ну вот как жигули. Ему там вот дедушка ездил, потом отец ездил, потом внук сел на эти жигули и на них едет. Старая техника постепенно вырабатывает свой ресурс и выходит из строя. На региональных телеканалах в последние месяцы регулярно рассказывают о крушении вертолетов. В Магаданской области потерпел крушение вертолетов. Вон он сгорит, горит. Брал это. Рассматриваются две основные версии. Это ошибка пилотирования, а также техническая неисправность вертолетов. Ранее в компании крупнейшего оператора вертолетов России заявили, что треть бортов могут прекратить полеты из-за санкций. Это произойдет, если не решить проблему с поставками двигателей и других комплектующих. Инцидент произошел в Жигаловском районе. На борту судна авиакомпании «Ангара» находилось четыре члена экипажа. Нехватка запчастей, недостаточное техническое обслуживание, просроченная летная годность. Проблемы нарастают, словно снежный ком, и решать их становится все сложнее. Росавиация за подобными машинами, особенно в этих регионах, она фактически не следит. Вот у тебя он летает, ну и летай себе на нем сколько тебе надо, сам заправляйся, сам летай. Ми-8. Выпущено более 12 тысяч экземпляров. И летать на каждом из них, говорят эксперты, в России уже небезопасно. Сгоревшую градирню на Запорожской атомной электростанции придется снести из-за повреждений вследствие пожара в прошлом месяце. Об этом заявил глава МГТ Рафаэль Гросси во время своего очередного визита на ЗАЭС. Напомню, пожар на атомной станции произошел 11 августа. Из-за этого была опасность утечки вредных веществ, но сама ЗАЭС работала в штатном режиме. Президент Владимир Зеленский заявил, что пожар устроили российские оккупанты, которые там разместили личный состав и технику. В энергоатоме вероятными причинами пожара считают халатность россиян или сознательный поджог. После инспекции 13 августа эксперты МГТ не смогли установить причину пожара. 44 миллиона евро выделяет правительство Швеции на поддержку тепла и энергоснабжения в Украине. Об этом говорится в пресс-релизе шведского правительства. На эти деньги установят две газовые турбины для производства электроэнергии в таком количестве, чтобы обеспечить до 185 тысяч потребителей. Также установки будут защищены от российских атак. По плану турбины заработают уже в 2025 году. Пересмотреть законодательный пакет о семейных ценностях и вернуться на путь евроинтеграции призвали Грузию в Европейском Союзе. Дипломаты также выразили сожаление по поводу поспешности принятия этого пакета во втором слушании грузинским парламентом. Об этом говорится в заявлении представителя ЕС. Также, как утверждают в Евросоюзе, эти законы подрывают фундаментальные права грузинского народа и несут риск дальнейшей дискриминации части населения. В ЕС также напомнили, что процесс вступления Тбилиси в Евросоюз де-факто остановлен. Напомню, парламент Грузии принял пакет законопроектов, который предусматривает ограничение прав ЛГБТ. Китай больше не будет финансировать совместный СРФ угольный проект из-за санкций. Об этом сообщает The Moscow Times. Речь идет об освоении крупнейшего в Забайкалье месторождения угля, запасы которого оценивались в 742 миллиона тонн. Развитием проекта занимались российская компания «Разрезуголь» и «Китайская Энерджи». Причиной отмены финансирования китайская сторона назвала ограничение трансграничных платежей с Россией из-за санкций Запада. Госдепартамент США ввел новые ограничения в отношении российских СМИ «Россия сегодня» и РИА Новости. Меры приняты в ответ на попытку Кремля вмешаться в президентские выборы США. Американское внешнеполитическое ведомство заявило о визовых ограничениях для представителей медиа, подконтрольных Путину. Также Госдепартамент США присвоил этим российским компаниям статус иностранных представительств. И теперь они обязаны сообщать Государственному департаменту обо всем своем персонале, который работает в США, а также раскрыть информацию обо всей недвижимости, которой они владеют в Соединенных Штатах Америки. Ранее Министерство финансов США наложило санкции на Management Russia Today и связанные с ним компании из-за попытки вмешательства в американские президентские выборы. Американский Миньюз также выдвинул обвинения двум работникам этого пропагандистского канала за нарушение требований киноагентам и отмывание денег. Путин теряет позиции. Свежий опрос Российского центра изучения общественного мнения показал, у военного преступника сейчас чуть больше 73% поддержки от населения. Наименьшая цифра с начала вторжения в Украину. Жители Курской области уже требуют его отставки, а кремлевские военкоры недовольны путинской информационной повесткой. Подробнее о настроениях граждан РФ расскажем в материале. К симпатии масс покидают Путина. Жители, граничащих с Украиной территорией, имеют большие претензии к диктатору. Рассказывают, в Кремле их не слышат. Мы требуем немедленной отставки Путина ВВ с должности президента России и верховного главнокомандующего нашей народной армии. Белоусова с должности министра обороны Российской Федерации, так как не справившихся с возложенными на них обязанностями и не способны защитить русские, российские границы и обеспечить безопасность населения России. Проведение проверки действий без действий президента России Владимира Путина. Соцопросы в России фиксируют рост недовольства властями после операции украинской армии в Курской области и участия в боевых действиях российских срочников. Нам не важны абсолютные числа и цифры. Нам важна динамика, которая показывает, что люди заметили Курскую область. По данным опросов ЦИОМ, одобрение политики диктатора обвалилось сразу на 3,5% пункта. Общественное мнение России реагирует на такие события и не все пропаганда не всесильна. Она не может продать населению любые события, любые поступки. Она не может любые события, в том числе абсолютно явно негативные для путинской власти, населению продать в качестве каких-то успехов или даже каких-то нейтральных событий. Несмотря на всю пропаганду, все-таки население, пускай и не очень радикально, она реагирует на информационную повестку и реагирует на поражение российской политики, на ее явные неудачи. Сейчас рейтинг у Путина 73,6%. Самый низкий с момента вторжения в Украину. У меня есть еще вопросы к Владимиру Владимировичу Путину, касающиеся того, как мы сейчас живем. Владимир Владимирович, в феврале 2022 года ваши подконтрольные СМИ говорили, что у нас эта операция закончится за три дня. Вы извините, она уйдет третий год. Кроме того, у меня есть еще к вам вопрос, Владимир Владимирович. А почему у нас треть страны, практически многие регионы Сибири, не газифицированы? Почему у нас газ при вас, при вашем правлении посылается в Китай в три раза дешевле, чем внутреннему потребителю, российскому потребителю? Так же, как и электричество посылается в Китай в три раза дешевле, чем российскому потребителю. За время полномасштабного вторжения показатель дважды опускался ниже 78%. Третий раз за время войны рейтинг Путина резко пошел вниз. Во-первых, это было, собственно, по писанию указа о частичной мобилизации первый раз, и второй раз марш Пригожина, а вот сейчас третий раз случился. Почему это происходит? Потому что, как это ни парадоксально, но диктаторы достаточно чувствительны к общественному мнению. Ведь, казалось бы, диктатура, монопольные средства массовой информации, и тем не менее, когда идут вот эти изменения общественного мнения, диктатор вполне может как-то на это реагировать. Чтобы не растерять и эти цифры, в Кремле решили тему боев в Курской области табуировать. Почему президент России Владимир Путин, который много раз заявлял, что отвечает за все, что происходит в стране, не несет ответственность за страшные трагедии, которые уносят жизни мирных жителей? Сейчас на государственном телевидении показывают фестивали еды или открытие выставок на путинскую информационную повестку, жалуются уже Зет-Военкоры. Ну чего там показывают стонущий под обстрелами Белгород, полуоккупированную Курскую область, тяжелые бои или последствия одного из самых массовых прилетов БПЛА. До Москвы уже для них летать давно не помеха. И даже далеко вглубь нашей страны. Ничего этого сейчас по федеральным каналам вы не увидите. Политологи говорят, даже 73% поддержки Путина слишком завышены. Но и такие цифры не гарантия пожизненного правления. В жизни не прощу Путина за то, что он изуродовал мой народ. Рейтинг диктатора Румынии Николая Чаушеску за неделю до расстрела составлял 99%. Меморандум о сотрудничестве между Житомирской областью и штатом Индиана подписали в Киеве во время встречи украинских чиновников с губернатором американского штата Эриком Холкомбом. Документ, в частности, предусматривает развитие экономических связей и инвестиций, укрепление торговых отношений и обмен опытом в аграрном секторе. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, Украина ценит всю оказанную США поддержку. С начала полномасштабного вторжения мы начали процесс патроната. Развитие таких отношений с американскими штатами чрезвычайно важно. Мы очень благодарны за вашу личную позицию как губернатора штата Индиана, за всестороннюю поддержку Украины и наших людей, которые нашли убежище в вашем штате. Чтобы первыми узнавать важные новости, подписывайтесь на телеграм-канал Freedom. Наши редакторы оперативно обновляют страницу и публикуют актуальную информацию. Ну а в этом выпуске я ставлю точку. Эфир Freedom продолжит Каролина Король. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин